Синичкино солнышко, пингвины, муравей, космонавт. Всего в новом издании книги Анатолия Митяева «Сказки у костра. 12 историй». Рязанская областная детская библиотека готовила этот проект целый год. С макетом сборника помогли коллеги из Горьковки. И вот в преддверии столетнего юбилея со дня рождения писателя книга увидела свет. Администраторский центр Горьковской библиотеки совсем молодой. Полный цикл печальной подготовки мы производим всего лишь в 2022 году. Прикоснуться к детской классике, прикоснуться к современному изданию детской классики советской, это для нас было серьезным событием. Общий тираж – тысячи экземпляров. Иллюстратором выступил Максимилиан Плесняков. Художнику удалось облечь содержание произведений Анатолия Митяева в совершенно новую современную форму, насытив добрые и светлые истории яркими картинками. Строгим цензором выступала вдова автора Ие Николаевна Пестова. Именно она написала вступительную статью к сказкам своего мужа и отобрала лучшие из иллюстраций к ним. Что касается непосредственно уже художника, когда он работает, тут насколько удается погрузиться в эти образы. И в данном случае важно, что я, например, специально не смотрел художников до меня, работавших с Митяевым, непосредственно перед тем, как приступить к работе. Почему? Чтобы все-таки это увидеть немножко по-своему и чтобы не усилием как-то что-то придумывать, а чтобы это родилось естественно. Иллюстрации получились живыми и красочными. В работе художник использовал акрил, гуаши, цветные карандаши. Конечно, пришлось применить и компьютерные технологии. После оцифровки изображений иллюстратор работал с ними в графическом редакторе. Книга сказки у костра – это первый шаг в сторону знакомства маленьких рязанцев с писателями-земляками, рассказывает директор Рязанской областной детской библиотеки. В одном классе произошла кража. Ребенок что-то украл, и никто не признавался. Встал один мальчик и сказал, надо признаться, потому что вот такое вранье может погубить чью-то жизнь. И как в сказке Митяева «Пингвины». Там действительно такой сюжет, что из-за обмана погиб другой пингвин. Видите, то есть как эта книга может повлиять на ребенка и как может запасть ему в душу. Понятие справедливости, взаимовыручки, честности и силы духа – сказки Анатолия Митяева учат детей извечным моральным истинам, которые будут помогать им на протяжении всего жизненного пути идти дорогой добра.